Всем привет! Вы на канале Кулинарием с Викторией. Сегодня готовим торт 3 стакана. Шоколадный торт на кефире, без весов и миксера. Что называется, проще не придумаешь. Для бисквита понадобится всего одно яйцо. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. В одном стакане кефира погасим 1 чайную ложечку соды. Перемешаем. Кефир запенился, значит реакция соды с кефиром произошла. И отставим в сторонку. Замешаем тесто. Одно яйцо смешиваем с одним стаканом сахара. Кстати, у меня стакан размером 250 мл. Добавляем щепотку соли. Перемешиваем. Добавляем кефир с содой. 2 чайные ложечки экстракта ванили. Экстракт ванили можно заменить цедрой лимона. Пол стакана растительного масла. Еще раз перемешиваем. И начинаем просеивать 1 стакан муки. Просеиваем 3 столовые ложки темного какао. Перемешиваем массу до полной однородности, чтобы не осталось никаких комочков. Консистенция теста должна получиться вот такая. Подготавливаем формочку. Я буду пользоваться разъемной формой. Размер моей формы 18 см диаметром. Выливаем тесто в форму и отправляем запекаться при 180 градусах на 35-40 минут. Пока бисквит у нас запекается, подготовим сметану. У меня сметана 30% жирности. Я ее откидываю на марлю. И пока бисквит у нас будет запекаться и остывать, лишняя сыворотка успеет стечь. Готовность бисквита проверяем деревянной шпажкой. Даем ему немного остыть. И затем извлекаем из формы. Посмотрите, какой красивый получился бисквит. И все это всего из одного яйца. Такие бисквиты получаются слегка влажные и не требуют отдельной пропитки. Срезаем шапочку. Шапочка нам понадобится на украшение. И разрезаем бисквит на 2 или 3 равных коржа. Я это делаю с помощью ножа и нитки. Посмотрите, это какая-то прелесть. Получаются бисквиты очень красивые и вкусные. Сыворотка у меня стекла. Убираю марлю и приготовим крем. 500 грамм сметаны смешиваем с 3-4 столовыми ложками сахарной пудры. Разминаем ложкой. Перемешиваем силиконовой лопаткой. Миксер здесь не понадобится. Крем готов. Собираем наш торт. Выкладываем первый корж. Устанавливаем кондитерское кольцо. И выкладываем часть крема. Все аккуратно разравниваем ложкой. Выкладываем второй корж. И также продолжаем. Корж-крем, корж-крем. И убираем торт в холодильник на несколько часов. А лучше на ночь хорошо пропитаться. Торт у меня хорошо пропитался. Убираю кондитерское кольцо. И слегка подравниваю его оставшимся кремом. Подготавливаю крошку. И присыпаю торт сверху и по бокам. Получается тортик очень вкусный, сочный. Понравился всем домашним. Вы только посмотрите, как он смотрится в разрезе. Это наслаждение вкуса. И готовится очень-очень просто. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго. И до новых встреч. С вами была Виктория.